Главное путешествие выходного дня и сейчас мы с вами посетим парк Юрского периода, где есть шикарные динозавры, которые даже движутся и иногда развлекают маленьких детей. Вот такой дракончик, который может прикусить даже руку, голову и все что угодно. Субтитры делал DimaTorzok Диаги, либо людей, которые едут по пути в Ригу из Литвы. На границе между Литвой и Латвией находится шикарный парк развлечений, парк Раубонис. Сейчас мы, собственно говоря, в него заезжаем и про него и поговорим. Это путешествие выходного дня, ориентировочное 6 часов посещения и примерно 100 евро на 5 человек все включено, включая поездку, питание и все развлечения. Итак, мы приехали в парк Раубонис, припарковались. При входе нас ожидает лавка с сувенирами. Я думаю, в нее лучше заходить, когда мы будем выходить из парка. Потом объясню, почему. Разнообразные сувениры. Что интересно, что они все хандме, ну практически все хандме, они сделаны именно тематически и посвящены этому парку. Что интересно, у нас пандемия, коронавирус. Здесь сделали вот такой отдельный ресторан под открытым небом. Он не единственный. В предыдущих роликах мы уже здесь были. Здесь шикарнейший, очень вкусный ресторан внутри. Но на случай каких-либо проблем можно кушать на улице. Сейчас мы видим вход. Стоимость 6,5 евро взрослые и 5 евро дети. Оплатили мы. Порядка 30 евро у нас ушел на вход. И сейчас мы заходим. Я родился! Начинаем мы с парка динозавров. Драгон. Дино Драгон называется парк. Когда заходите, он по левую руку. Вот с него мы и начнем, собственно говоря. Это самый вход. У вас фактически будет полная обзорная экскурсия. 30 евро мы оплатили. Как это выглядит? Смотрите. Это настоящий лес. Надо сказать, ухоженный лес. Подстриженный. То есть никаких там клещах и вредных насекомых речи быть не может. Идете по хорошо сложенной насыпной дорожке и щебня. Слышите, как хрустит? Есть лавочка. Садимся на нее. Читаем информацию о динозаврике. И, собственно говоря, наслаждаемся. Все динозавры выглядят как настоящие, идентичных размеров. Шевелят головами, моргают глазами, двигают руками, ногами. И выглядят вполне реалистично. Вот как на этом видео, например. На лавочке сидишь, смотришь. Реальный динозавр. Представляешь, как это выглядит. Или, например, ребенок может встать рядом с Рексом и посмотреть, что такое реально были динозавры, как они выглядели. Ландшафт, кстати, тоже очень интересный. Сейчас действительно жарко, например, жара. А здесь мы гуляем в лесу под кронами деревьев. И вот здесь получается тенек. Можем смотреть. То есть, чем интересна эта прогулка, тем, что ты здесь находишься в тени. И это ценно летом. Что здесь интересно, то, что здесь выстряженный лес. То есть, клещей, каких-то насекомых этого вреда вы здесь не получите. Гениально сделанная дорожка. То есть, ты по дорожке отлично гуляешь. И здесь сделаны, как в больших размерах, насекомые. Например, кузнечики, бабочки, сказочные персонажи. Там всякие змей, горынычи и прочие ребята. И также динозавры. То есть, ребенок может получить эффект ощущения присутствия. Когда он находится в лесу, видит настоящего динозавра. Есть познавательный контент, когда он может прочитать, как он назывался. Где именно он находился, в какой части земного шара данный динозавр. Какие голоса у него были, какие функции этого динозавра. То есть, это под открытым небом такой развлекательно-познавательный парк. И он очень безопасен. Очень позитивный он оставляет мнение. Мы сюда приезжаем, по-моему, третий или четвертый раз. О чем это говорит? О том, что сюда хочется приезжать и приезжать. И когда ты планируешь маршруты следующего лета, то почему бы сюда не заскочить. Напомню, что мы находимся в Риге. Это довольно быстро. Это час тридцать. И вы находитесь в Литве. И уже в таком интересном, необычном месте. Из минусов. Дети, которым до трех, до четырех лет все-таки слишком реально воспринимаются эти сюжеты и немножко побаиваются. Вот это надо понимать. Поэтому, когда идем с маленьким ребенком, не надо его пугать, не надо его травмировать. Но на выходе они обязательно хотели купить динозаврика на память. И на следующий год эти дети еще раз хотят посетить. То есть, с одной стороны они пугаются, а с другой в мозгу что-то отпечатывается. И сюда еще раз тянет и тянет. Это уже проверено. Мы ездили сюда с годовалой, двухгодовалой. Сейчас нам три года. Я думаю, мы сюда приедем также на следующий год. Поэтому мы начинаем с посещения парка динозавров. Мы сюда приезжаем каждый год, потому что каждый год они как бы развиваются. И здесь внедряются какие-то новые фишки. То есть, мы сейчас заплатили 30 евро за вход в динозавр. И в это входит еще развлечение в детском городке. Например, вот эта 3D-анимация. Тут две машинки, в которые можно сесть. И что-то интересное увидеть. Сейчас пойдем потестим. А также машинки, на которых можно поехать. Батутный городок. Ну и масса других развлечений. В принципе, сюда можно приехать за стоимость 30 евро. И, в принципе, где-то 2-1,5 часа неплохо провести в одном из парков. Напомню, что их тут три. Тарзан парк, динозавр и зоопарк. А можно сразу объединить все, заплатить 60 евро и посетить все. Но тогда посещение здесь ориентировочно продлится до 3 часов. Ну вот, мы закончили посещение парка динозавров. И на выходе ожидают вот такие анимационные мобили, посвященные миру динозавров. То есть, вы садитесь вот в такую машину. Вся ваша семья держит за руки. И смотрите фильм про реально динозавров. Мы поступили точно так же. Это было очень интересно. Дети были просто в восторге. За это дополнительно вы не платите. Вы просто заплатили 30 евро. Это все включено. Потом, походу, посмотрим, что еще туда входит. Вот, взяли мы мороженое талончик. Потому что было довольно жарко. Что интересно, все мороженое было на русском языке. Но для нас латышей это редкость. Ну, в Латвии, ладно, помолчу. Не будем о политике. Вернемся к парку Робониса. И так, посмотрели мы, что такое аниме. Взяли вкусных мороженых. И оплатили еще 30 евро за посещение зоопарка. То есть, отдельно динозавров 30 евро. И отдельно зоопарк. Включены все вот эти лазилки бесплатно, которые вы сейчас видите. Это такой приятный бонус, скажем так. Опять же, поспорю. Но, например, вот этому ребенку. Это было очень важно. И для него это было самое важное. После динозавров. Ну, эмоции, эмоции, эмоции. Это холодная вода, налитая в такой резиновый мешок. И дети могут бегать по воде и заодно охлаждаться. То есть, вот в такую жаркую погоду. Вот здесь я лежу, здесь реально холодно. Это для того, чтобы прохладиться без мороженого и без напитков. И заодно побегать по воде, как делают эти лазилки. Батутный городочек там же. Маленький ребенок набрался впечатлений о динозаврах. Вышел, а тут, смотрите, просто рай для ребенка. Это не какой-то один батут, а целый батутный городочек. И они перебегают с одного батута на другой. После этого есть рай для папы. Это же воспоминания моего детства. У меня в детстве были вот только такие машинки. А когда я со своей дочерью могу за рулем этих машинок погонять, это совершенно отдельный фитиш. То есть, у тебя одна эмоция накрывается другой эмоцией. И вокруг такие же эмоционально заряженные дети. И всем это интересно. И хочется бежать дальше и получать новые развлечения и новые эмоции. А мы бежим дальше в зоопарк. Зоопарк чем интересен? Тем, что здесь можно кормить животных. Специально покупаете еду. Она недорогая, евро пакетик стоит. Есть Тарзан парк, когда вы лазите по кронам деревьев. Уникальность его в том, что вы лазите под кронами деревьев над клетками животных. Включая льва, медведя и так далее. Такого нет ни у кого. Все клетки развернуты к посетителю. То есть, у животного практически нет шансов спрятаться от клиентов, которые заплатили за посещение зоопарка. Вот в Латвии предыдущий будет ролик, ну, точнее, следующий будет ролик, где мы приехали в зоопарк в жаркую погоду и не увидели ни одного животного. Здесь вот это исключено. Куда бы, к какой бы клетке вы ни подошли, они будут открыты. И вы всегда их будете видеть. Что интересно, что ребенок может взять, допустим, морковку купить и покормить животных. Не то, что там нельзя не кормить, животные погибнут и так далее. Нет, в этом зоопарке все довольно позитивно. Можно кормить животных сколько угодно. Но не своей едой, там, конфетами, чипсами, а той едой, которую вы покупаете именно в зоопарке. Это тоже важно, да? Такая интересная клетка с птицами. То есть, здесь разного рода птицы. Вот, например, павлинчики. И ребенок заходит и может с ними поселфиться, потрогать, пофоткать, погонять их, побегать. То есть, это тот зоопарк, где можно бегать вместе с животными, птицами и развлекаться. Вот, тут такая цесарка, разные породы курочек интересных, красивые фазанчики разноцветные. И в этой клетке вы можете с ними бегать. Когда мы бегали, заходим в следующую клетку. И здесь просто огромное количество морских свинок, которых также можно кормить. Они так своеобразненько интересно пищат. Но маленькому ребенку покормить свинок, это то, что доктор прописал. То есть, детям до 5 лет не так интересны медведи и львы с тиграми, как вот такие вот забавные животные, которых можно погладить, потискать. То есть, это такой простенький зоопарк, скажем так, но он очень позитивный. Уже про этот парк. То есть, каждый год, когда мы приезжаем, каждый год он радует. Более того, здесь можно в год приезжать раза 3, и это всегда будет что-то новенькое. То есть, это интересно, когда люди вкладывают средства, заработанные, не стоят на месте, а постоянно расширяются. То есть, там вдали уже строится какая-то гостиница или еще что-то в этом роде. Но они не просто какими-то маленькими темпами развиваются, а ровно в 2 раза. То есть, то, что было в том году, умножай на 2. То, что до этого года, умножай на 2. И каждый раз ты приезжаешь, и просто как мощно они растут. Несмотря на то, что есть кризис, несмотря на то, что есть там пандемия, еще какая-то фигня, это не действует. Здесь в кассе будет очередь до 100 человек. Стоимость посещения 30-60. Когда-то, посмотрите видеоролик, сколько здесь раньше было посещений, там евриков 12. Ну, это того стоит. То есть, ты берешь смело где-то евриков 100 на семью из 5 человек. Это на питание, топливо и тусовку здесь на абсолютно все. И развлекаешься по полной. И здесь у тебя будет все, что тебе нужно на выходной день. Это хорошее путешествие выходного дня. Там и гуляли, гуляли, а потом раз, бахнулись вот так вот. И полежать, и поспать. Да? Да. Хорошая идея. Да, тут такие лежать и делать. Ну, это для тех путников, которые туристы сюда приехали, они устали, и они вдруг завалились, и ай, кайфуют, да? Да. Жизненная идея. Да. Сколько стоит вот такая простая мелочь? Да. Неужели сложно на любом аттракционе закинуть? Около домик, который уже можно сделать. Понимаешь. Ну, также есть такого рода качели, карусели, скажем так, детские. Ну, то есть, ну, ребенок был в восторге. Вот смотрите, он вышел из динозо, прокатился на таком паровозике, полетал на этих пчелок, и посмотрел кучу животных, покормил этих животных, попрыгал на батутном городке. Это все занимает вот, ну, вот на даманном этапе порядка трех часов. И он бежит за новые эмоции, бежит за новые эмоции, становится таким наркоманом эмоциональным. А тут на тебе, смотрите, какая фишка. То есть, вы просто гуляете, и вам навстречу стадо пятнистых оленей. Вы берете их и кормите. Представляете? Гладите, селфитесь. Ну, посмотрите, ну, это же реально лес, в котором просто стадо оленей и вот ваш ребенок. Где вы такого кайфа еще почувствуете? Ближайшее, где я явил, такое, по-моему, это было Япония. Я так больше нигде не был. Причем олени, они почти ручные. Понимаете? Количество посещений, которые там есть, людей, гигантское. И все вот подходят, и вот этот стадо оленей просто такие нишечки, кормят их, ласкают их, селфи со сними. Это кайфово. А как я кайфую, когда мои дети наслаждаются этим. Представляете? Вот это вещь. Порядка, по-моему, пяти или шести часов у нас ушло на посещение этого парка. И все эти часы, они были действительно истинным наслаждением. Порядка сто евро мы отдали за него. Но это была инвестиция в хорошее настроение, в позитив, в хороший заряд на будущую неделю. Хочется после таких посещений заняться чем-то стоящим и пойти на работу. Милашка, да? В этом зоо порядка 30 различных животных. 30 видов. 30 видов и более 160 особей. Я не пересчитывал, так заявлено на их официальном сайте. И... Опять же, вы заходите в клетку и вы нежитесь с этими животными. Но ослы, они довольно агрессивные, с ними нет. Но вот кенгуры, да? Особая порода кенгуру, они милашки. И вы можете прямо с ними прыгать. Страуса тоже нет, они отдельно в клетке. А кенгурушка, с ними можете вытащить ее из клетки и прыгать с ней наперегонки, сколько вам влезет. Бегать кто быстрее, она или вы, это просто кайф. Я не знаю такого в зоопарках, где можно зайти в клетку кенгуру и прыгать с ней наперегонки. Вот где. Так что, Раубонис парк это действительно классная штука. Как они утверждают, они одни из крупнейших в странах Балтии. Ну, возможно, да. Возможно, да. Но, по крайней мере, по уровню позитива это тот парк, в который ты будешь возвращаться. То есть, грустно, хмуро, нет настроения. Хочешь порадовать ребенка, день рождения у ребенка, бери его и смело отправляйся в парк Раубонис. Час примерно 20 езды, максимальная сумма 100 евро. минимальная сумма 30 евро. Это из расчета того, что у тебя там полная семья, 5 человек. Из расчета того, что ты двигаешься из Риги. Для взрослых, кстати, есть вот такая штука пэнтбол. Когда можете взять команду на команду поиграть в пэнтбол, дети постарше могут бегать в Тарзан парке. Как говорил ранее, вы ползаете, а внизу у вас там львы и другие животные там. Это придаёт какой-то свой дополнительный шарм. То есть, это полноценное, хорошее, эмоциональное путешествие выходного дня, которое вы отправляетесь из Риги, которое вы сможете себе позволить. На сегодня всё. С обзором был Владимир, а сейчас реклама самой крутой страны в Европе. На сегодня всё. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!